Привет тебе! Итак, сегодня выходной, прошли три дня и можно рассказать какие были пережитки этих трех дней Убеждение Я-концепции Это Я-образ, который диктует нам понятие, термин СЕЛФ СЕЛФ-констатация себя СЕЛФ-идентификация себя СЕЛФ-перспектива себя СЕЛФ-концепция себя СЕЛФ-образа Я СЕЛФ-это, значит, изображение в зеркале СЕЛФ-это отражение в воде СЕЛФ-это отражение в стекле, в металле, в мраморе, в любом другом образовании Образ Я-это распространенное знание о структуре образа Я, о себе, как о единстве когнитивного Это образ своих качеств, это способности, это анализ внешности, оценка внешности, память внешности Это эмоциональное самоуважение, это все когнитивное качество И самоунижение Это очень важно в моей жизнедеятельности, в моей структуре бытия Оценочно-волевое, когнитивное стремление повысить репутацию, самооценку себя Вместе с этим наблюдать, как остальные персонажи, макеты, как они себя называют, реквизиты Пытаются завоевать репутацию трофейных компонентов естествознания, существования То есть существует два лагеря, где есть убеждение Я-концепции Селф И есть отрицание Я-концепции Селф И попытки с помощью внедренной внутрь своего мышления В свою секту, в свой канон, в свою варну, касту, в свою работу, в свою профессию, профиль Термин, как завоевывать чужое мнение, завоевывать уважение у чужих людей, сторонних С помощью которых тоже складывается Селф-мнение о себе Еще раз, это констатация себя, что есть Я, Я существую Это идентификация себя, памяти себе, защита паспорта, защита свидетельства о рождении, защита каждой фотографии Также это самоунижение, это способность Селф-концентрации, это перспектива себя, это эмоциональное, астральное, абстрактное видение Когнитивная неотрицаемая часть жизни, это гуманитарное мышление Которым пользуется мой образ, концепция Селф-отражение в зеркале То, что мое тело, мое воспроизведение, мой внутренний взгляд видит в отражении в зеркале То и есть когнитивное неотрицаемое Это гуманитарное мышление, это гуманитарное моделирование Это познавательный процесс Это память, это внимание, это чувство Это субъективное информационное представление Это гуманитарное логическое мышление Это гуманитарное воображение Это путы, оковы, плети, кнуты, способности И принятие действия к решению эксперимента Это очень сложная тема, на которую буду разговаривать еще в течение всей зимы Наверняка до начала лета Мотивационное неотрицаемое Это, например, мотивация, мотив Причина, следствие Где совокупная селфовая система процессов отвечает за побуждение и деятельность То есть есть мотив, есть цель, средство Должна в астральной картине всплыть Система, которая будет отвечать за побуждение, за деятельность Будет нарисована картина творцом Кстати, творец это вот этот молодой человек, который спрятан на моей косточке, на переносице Это есть творец Это я есть, я образ, это часть меня Это грани многогранника Я концепция Я концепция это убежденная концепция себя Это последняя буква в алфавите Это я, творец Ее легко найти Как на экране монитора можно найти себя, так и на алфавите можно различить эту букву Которая имеет возрастные особенности образа Я У некоторых со школьной скамьи уже отбивают манеру считать себя своим человеком Особое внимание уделяется прояснению вопроса о том в возрастном Определении жизненных побуждений и системы процессов деятельности Что происходит в формировании идеи В корне формирования идеи Что побуждает шрибху тела считать себя я-концепцией в многограннике, в треугольнике Это главные мысли, произведения о жизни Это специфики жизни Через чтение которой земляне видят и познают мир образа Я То есть еще раз хочется сказать самую примитивную позицию Эта позиция заключается в том, что есть рождение Есть смерть Есть рождение Есть родители У родителей есть Своя молодая жизнь Потом у младенца наступает воспитательный образ Ясли, детский сад, школа Родителям подсовывают их же друзей, коллег, знакомых, учителей Ребенку, младенцу, который читает жизнь Подсовывают одноклассников И начинается специфическое чтиво жизни В которой люди познают мир образа Я Некоторые сливаются в одну единую секту, в одну единую концепцию Кучкуются Когнитивный блок образа Я Отражает содержательное представление о себе Это еще раз хочется напомнить Что это отражение в зеркале Это констатация себя живым Это идентификация себя Это перспектива себя Это астральная перспектива себя Это концентрация Это концепция себя Это представление о себе Для многих людей очень сложно Думать и мыслить так просто С моей точкой зрения Что жизнь крутится вокруг специфики чтения своих Плетей, пут и кнутов Это Что это значит Это примерное воспоминание индивида В большей или меньшей степени Зафиксированное в словесной форме А также примерные слухи через мнение других И соотнесение себя с другими То есть в жизни Определенно существует выбор Это быть В соотнесении себя с другими Это не усекать себя Либо В ходе В анализе Жизнедеятельности Отсечь себя От соотнесения себя с другими Отстраниться от слухов От мнения Которые были Четко Навязаны В словесной форме В знании Которые Зафиксированные в памяти Что есть Я-концепция Я-образ Селф Когнитивный блок Это постепенное Добавление Оценочной плети Самооценки Что это значит? Это значит, что В концепции Я существует Для усеченных людей Одна единая шкала Это Самоуничижение Уничтожение Это целевое Точечное самоуничтожение Это уровень Притязаний к себе Это предвзятое Отношение к себе Даже если Творец Прекрасно Сосет из жизни Свой образ Деятельности То Это все равно Уровень притязаний И он будет Добавлен К термину Оценка Это стремление К достижению цели Той степени сложности На которую Индивид Селф Считает себя Способным К примеру Многие Которые Соотносят себя С другими людьми С кем По воле Судьбы Приходится Иметь дело Будут Считаться Сторонними От уровня Притязаний Когнитивный блок Содержит в себе Систему плети Запретов И поощрений На общение С такими людьми На мотив На побуждение Видеть в себе Мотив Мотивационный блок Который отвечает За функциональную значимость Вышеперечисленных качеств То есть Что это значит? Это значит, что Мотив Диктует Цель И поступок Единственный мотив Это выгода Это смыслообразующие Образы Я Селф Иллюстрация А это Внутренняя честность Констатация себя Внутренняя честность Констатация Констатация Творца Многогранника Варны Это особая степень Науки Которая Внедряет Внутрь Концепции Самоуверенность Саморуководство Отраженное Самоотношение Притязание Познание уровня Самоценность Самопринятие Самопривязанность Петля Плеть Внутренний конфликт Который У многих Людей Которые Соотносят Себя С Каким-то Большим Концептом Которые Являются Для моего Личного Тела Как галлюцинации Пришел Увидел Проиграл Ушел Такие люди Защищаются Смехом О котором Будет идти речь В следующие Месяцы Итак Это Внутренний Конфликт А смех Это как раз таки Высмеять В том числе И Своего Творца И Внешность Манка И Остальные Плеть Это Само Обвинение К примеру Существует Девственная Плеть Много Плетей Существует Существует Плеть Для Подгонки Лошадей Овец И тому Подобное Фетишистская Плеть Плеть Символизирует Обвинение Наказание А что это Значит Это И есть Смысло Образующие Мотивы Образа Я В Далекой Далекой Стране Есть Традиция Где Люди Передеваются В Иисуса Христа Темечком Прислоняются К Кресту Идут И избивают Рукой Себя Изгибая Локоть Плетью Они Наносят Себе Тысячи Ударов В течение Утро И До Вечера Они Ходят Со Шрамами Тем Самым Они Символизируют Уважение К Иисусу Христу Я Я Концепция Это Убежденность В Циничности Само Индификации А еще Это Горькая Обида На тех Кто Видит В Селф Образе Себя Что-то Свое Часто К Себе Образ Селф Селфики Часто Применяют Принудительное Наказание Они Плетью Либо Кнутом Эмоционально Астрально И физически Избивают Себя Исторически Весьма Древний Способ Самобичевания И Когда К примеру У Образа Селф Выступает В В Треугольнике В Шишечке На Переносице Внутренний Конфликт Когда С Страхом И Энергией Человек Селф Получает Обвинение В Плагиате Чужой Внешности Тогда Наступает Принудительное Наказание Дхармой Плеть Символизирует Инструмент Орудие Для Осуществления Телесных Наказаний Плеть Символизирует Термин Шрепху Естество Где Я Концепция Это Гуманитарный Рядовой Случай В котором Применяют Описание Себя Как Всадник Для Управления Лошадью Либо Пастух Плеть Символизирует Оружие В Наказание Проваленных Обстоятельств К примеру Можно Привести Множество Глупых Примеров Но Термин Шрепху Самый Гуманитарный Рядовой Случай Примера Это Описание Себя Как Всадник Для Управления Лошади Самобичевание Это Самокритика Применяется Для Понукания Водоводства Понукания Жизни Жизнедеятельности Воспроизводства А также Ноши Чужой Сферы Жизнедеятельности Бычьих Цепнев Всегда Служит Гибким Ударным Оружием Самобичевание Против Провальных Гуманитарных Явлений Таких Как Фотография Неудачное Слово Неудачный Кадр Либо Чрезмерное Внутреннее Упорство Не проявлять Талант В Подстрекательстве Своего Образа Я В усечении Своих Правильных Ударов Свой Ход Жизнедеятельности Свой Мотив Должен Быть И эти Корни Уходят В термин Тхомма И тхарма Правило И порядок Способ И уловка Правильные Удары Кнутом Обязаны Растекать Кожу И Подлежащие Ткани До Костей Это Служит Индикатором Что Плач Как Монтаж Как Красная Точка На Записи Видеоролика Этот Плач Который Бьет В Полную Силу Своим Стуком В Момент Чьего Либо Фантазийного Дыхания Работы Мозга Если Плач Бьет Слабо Образ Я Концепции То Образ Я Концепции Рискует Сам Стать Термином Ошибка В Жизнедеятельности И Конечно же Творца Осознав Что Тюрьма Жизнедеятельности Для Творца Это Ошибка Что Творец Не заслуживает Такого Отношения К себе Конечно же Происходит Усечение Даже Ради Тех Персон Которые Находятся Вне Зоны Действия Вне Сознавания Когда Происходит Методика Исследования Самоотношения Которые Замечены Работой Диагностикой И Констатацией Социальной Психологической Адаптации Методика Апробирована Термином Тхома И Тхарма Она Содержит Девять шкал Признания Себя Идентификации Себя Это Самообвинение Это Внутренняя Конфликтность Это Самопривязанность Это Самопринятие Это Самоценность Это Самоотношение Это Саморуководство Это Самоуверенность Самоунижение Самоненависть Это Внутренняя Честность Это Совесть Тхома И Тхармы Это Апробированная Структура Жизнедеятельность Жизнедеятельности Шерепху Всадника И Лошади Даже если Седло Выкинуто На обочину Концепция В поисках Себя Это Перестройка Себя Либо Правка Себя Усечение Себя Моделирование Себя Не Нарушая Гуманитарных Законов Природы Апробированной Тхомы И так Очень Сложное Новое Слово Это Гуманитарный Закон В будущем Мое тело Концепция Селф Будет повторять Каждую Видеолекцию Серию Чайную Медитацию Слово Гуманитарный Так как Водоводство Особенно Возрастное Водоводство Особенно Летальное Пересечение Секции Периоды Точек Минимума И максимума Побуждают Я Концепцию Индивида Действовать В термине Переоценка Гуманитарная Что это Значит Это значит Гуманитарный Чистый Лист Это Гуманитарные Науки Которые Вызывают На Еще Один Видеобой Новую Структуру Селф Структуру Индивида Которые Действуют В Схеме Которые Кучкуется С древних Времен И соотносит Себя С другими И являются Целевой Аудиторией Моей Персоны Итак Внеотцовская Философия Материнской Апробированности Это Я Концепция Я Это Гуманитарная Возможность Принять Или Отвергать Себя Гуманитарно Вне Математических Отцовских Философий Материнских Математических Апробированных Думаний Гуманитарная Эмоциональность Это Комфорт Или Дискомфорт Это Еще одна Запятая В жизни Это Внутренняя Или Либо Внешняя Видимость Контроля Либо Отсутствие Контроля А также Это Еще одна Попытка Понять Сверх Я Чужую Жизнь Мокшу Чужой Большой Палец В Шишки Творца Это Субъективный И Непосредственный Взгляд На Ведомость Водоводства Где Будет Осуществлена Самокритика Творческой Личности Я Концепции Собственной Природы Вне Гуманитарного Сверх Я Это Стимул И мотив К Самосовершенствованию Именно В данном Термине И Преодолеванию Новых Рубежей Плети И Кнута Понукания Водоводства Концепции Селф Пока Тебе